друзья всем привет сегодня вам хочу показать чудо аппарат который мне достался еще от дедушки это лодочный мотор советский стрела 5 сильный мотор довольно таки древний уже многие знакомы с таким мотором кто-то ездил кто-то возможно еще ездит даже на этом аппарате я даже ездил сам лично тестировал его у меня есть видео я снимал если попробую сейчас вот найти его если найду я кусочек вставлю в этот ролик как я ездил в конце видео чудо аппарат бачок прямо находится на самом моторе то есть отдельно бачок не нужен в прошлом году мы его с братом заводили в этом году я его не мог просто зависеть не в не знаю в чем дело буду разбирать карбюратор здесь вся проблема я думаю что в карбюраторе и высоковольтный провод надо поменять с колпачком выглядит очень плачевно не знаю попробую его восстановить но восстановить то его остановлю просто не знаю как у меня будут запчастями если тут что-то найду какую поломку и запчастей нету то это возможно продлится еще надолго пока найду пока все это дело поставлю но на таком радиотете конечно ну интересно было бы прокатиться просто послушать как он работает здесь хода нету ну то есть нейтрали нету здесь постоянно ход то есть завел винт сразу же крутится и поехали газ здесь у нас вот эта рукоятка блин такие ручки как знаете нас на фляжках старых 3 литровых деревянная здесь пластиковая газ вот здесь находится такой рычаг интересно когда на нем катался я долго не мог привыкнуть уже когда на ветерке поездил нормальное такое время и на этот за этот мотор сел блин ну просто непривычно в пытаешься здесь газ добавить но не получается все время надо сюда перемещаться на эту лапку такой чудо аппарат кстати когда видео снимал по ветерку ездил на лодке на своей пластиковой там у меня спрашивали какой у меня карбюратор стоит я сам ну честно говоря не заморачивался никогда нас в названиях карбюраторов вот но первый ветерок который у меня был тоже дедушкин вот он был с таким вот карбюратором вот он вот сама голова с которым я мучился в детстве вот этот карбюратор называется к 33 вот такой вот это из первых на моем ветерке мой ветерок более уже такой из новых я его в 2007 году покупал у меня стоит там карбюратор уже совершенно другой называется он к 49 вот это я сейчас в интернете почитал ну как бы для себя просто ну что спрашивают постоянно да хрен его знает что за карбюратор карбюратор и карбюратор главное работает я кстати сейчас схожу на берег покажу вам тот карбюратор вблизи который у меня стоит на уже но из новых вот который к 49 как он выглядит ну короче в чё в планах в планах у меня сейчас может сегодня вечером не знаю поковыряюсь короче сниму карбюратор посмотрю всю эту топливную систему посмотрю высоковольтный провод потому что тут он что-то может быть где-то заломан поэтому были проблемы ну ладно у меня есть высоковольтный я поставлю колпачок новый есть от этого двигателя лифан совершенно новый еще думаю подойдет вот такой вот аппаратик блин если получится его восстановить я обязательно видео сниму по покатушкам смотрите видео до конца в конце видео этого я вставлю вставку где мы ездим на ветерке если получится найти если не получится то уж извините потому что видео это куча отснято все сохранится на жестких дисках надо попытаться еще найти такое видео вот в общем буду химичить если что получится я слышал что на эти стрелы ставят китайские двигатели с этим с вертикальным валом не знаю как как через какую-то пластину наверно если что подскажите в комментариях если что я просто не буду мучиться сниму эту голову и поставлю китайский мотор если он подойдет какой-нибудь там не знаю реально 5 сильный может там или 6 половины какой-нибудь будет от газона косилок вот подходит там я слышал потом еще от каких-то таких вот аппаратов ну в общем мотор этот я сдавать металлолом точно не буду он у меня будет храниться как раритет там мне тоже написали комментарии не помню кто не помню под каким видео но какой-то какое-то видео было где на ветерке езжу там написал человек что у вас что металлоприемка далеко что ли ездить и на этом еще ну реально далеко металлоприемка но сдать не проблема здесь ездить человек который постоянно металлом занимается так что сдать в металлолом хоть целиком легко но просто жалко знаете это память не хочу этим заниматься пусть будет может когда-то хрен узнает жизнь всяко бывает поворачивается может когда-то что-то и пригодится так ладненько сейчас это сейчас тогда переместимся на берег я вам покажу карбюратор на моем ветерке погнали так сегодня у нас второй день опять дымка смотрите вот видите какой дым опять где-то лес горит ну что такое опять начал началась у жара сегодня на солнце плюс 30 возможно будет жарче видите небо полностью чистая каждый вечер у нас луна светит так немножко типа примораживает ветерок обдувает хорошая погода сегодня за ягодами поедем всей семьей опять на каракатике вон у меня лодка сейчас мы туда спустимся я вам покажу карбюратор вот он ветерок 8 река пижма те кто думаю что якобы я езжу вот на таком вот барахле старом на советском нам ветерок кстати у меня была москва еще даже две было москвы одна с квадратным колпаком другая с кругом те кто в теме те должны понять какие это моторы там была на помню с кругу с кругом колпаком была такая помпа так если на мотор смотреть то с левой стороны такой штуцер был шланг и кидался в корму и вода короче откачивалась такой довольно таки продвинутый мотор очень нравился быстро быстро на нем так есть вообще красота ну знаете я просто любитель такой техники я просто с детства как бы с ней ковырялся пусть там я не такой профессионал конечно там может быть не нет не так дотошно все знаю и каждые детали по названию но по крайней мере я нанес на этих моторах вырос и знаете вот когда где-то просто идешь по деревне какой-нибудь по чужой там где-то вот приехал в чужую деревню там тохатсу сузуки ямахасу и ты раз ветерок и прям на душе так что ли там класса становится о кто-то еще до сих пор ездит на таких моторах здесь у нас буквально два человека на ветерках ездят вот я и тут еще один человек есть ну был еще один так получилось что его не стало все а в основном всякие этих honda tohatsu короче блин куча всяких японских китайских моторов ветерок вихрь москву сейчас вообще нигде не увидишь кто-то где-то еще на никто не ездит знаю вот как то так короче очень не очень редко лет через десять по моему даже через пять уже на этих моторах на наших никто ездить не будет так давайте вам покажу карбюратор который у меня стоит на ветерке который никогда меня не подводил за все это время вот такой вот он смотрите вот так вот он выглядит он уже такой знаете более квадратный какой-то вот такой вот карбюратор это к 49 меня он устраивает хорошо адекватно работает в целом все нравится в общем все родное принципе ветерок хороший мотор если вы не спешите бензин вам не жалко бензин с бензина сюда и так напряг так еще и приходится на ветерке есть но это я так знаете у меня есть мотор другой но я пока на ветерке езжу тепло хорошо вода в реке уровень совсем малый как раз на ветерке кататься не жалко там один чувак правильно вообще подметил комментариях написал что что на фиг ли говорит не ездить на этих японских моторах tahatsu всякие там yamaha чё на них не ездить на них может ездить любой дурак главное знать где газ и где включать ход там много ума не надо мотору продвинутые хорошие выносливые неприхотливые особенно двухтактные там вообще думать ничего не надо то есть любой обычный пользователь даже который никогда не ездил он сядет за этот мотор буквально там полкилометра проедет и он поймет принцип а на ветерке на вихре на москве на стреле чтобы ехать надо постоянно прислушиваться что-то не так звенит даже что-то что-то неправильно не те обороты надо постоянно думать что-то вспоминать что где чем может быть то есть такие моторы советские да вот если на нем едешь что обычно всегда у тебя стоит ящик с ключами причем пол мотора еще на с собой вести а лучше вообще запасной мотор такой же вести то есть тогда ты доедешь уверенно докуда надо и также приедешь обратно то есть не знаю люди меня поддержат я думаю те кто ездили на советских моторах и до сих пор ездят скажут правильно я говорю или нет то что да реально тут надо все время быть начеку с нашими моторами чуть что нафиг можешь просто не доехать но в них есть плюс если ты в моторе шаришь если у тебя есть кое-какие с собой запчасти zip там по мелочи ну ключи все это дело его можно на коленке перебрать не надо ничего думать не надо бояться лишний раз по нему стукнуть то есть знаете это как старый советский так телевизор пока не долбанешь нафиг не заработать то есть здесь в принципе почти такой же вот сладенько показал вам нашу эту обстановку немножко сегодня так поговорим чисто пишите в комментариях кто что думает по водочным моторам кто ездит вообще на ветерке ну на наших на советских моторах поставьте плюсик что ли или напишите вот я езжу просто мне интересно знать сколько нас единомышленников большое наше сообщество нет водномоторников таких вот любителей поездить на таких вот прям грубо так сказать драгах в какой-то мере это да так она есть это не японец вот видите какая дымка до 5 вот горизонт опять весь сине-белый боляха муха все в дыму что такое вот несет это опять гнилой старой березой клеющий похож запах такой вот реально как вы трухлявая береза как будто в костре тлеет точно такой же запах второй день подряд опять сегодня у нас 18 августа так теперь я буду ковыряться со стрелой посмотрю чё как вот тут я прям вижу что провод обломан ну там по ходу дела держится уже на одних проволочках вот этих то есть наружная оболочка она просто переломилась посмотрю может попробую восстановить тут кое-какие тоже запчасти на ветерок у меня есть вот такие древние уже но кое-что можно еще какие-то может там те же клапана вот эти которые за карбюратором то есть не выкидывают такие вещи коленвал и так далее вот такое видео сегодня показал вам стрелу обстановку на пижме кстати открытие охоты у нас через два дня встретимся уже на охоте сегодня еще поедем за ягодами съездим я уже сейчас буду подготавливаться к охоте сегодня хочу через госуслуги подать заявку на путевки на водоплавающую на боролу и на пушного пушной бой скорее всего это заяц и возможно впишут волка лису а там посмотрим то есть все интересное впереди никуда не уходите те кто не подписаны подписывайтесь поддержите канал столь тяжелое время сейчас сами знаете какое youtube немножко у нас так сказать приуныл за последние полгода практически то есть выживаем то как можем ну блин не прибедняюсь конечно но говорю как есть ситуация такая не очень веселая но все надеемся я вот постоянно продолжаю снимать пусть хоть даже никакого заработка нету но думаю прорвемся спасибо всем за просмотр увидимся в следующем видео пока а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok